Как китайцы празднуют Новый Год? Хм, может быть кто-то из вас подумает Фэйя, ты ты саша с ума? Новый Год уже давно прошел? Эта тема уже не актуальна! А вот и нет! Просто это другой Новый Год, китайский! И, наверное, многие из вас о нем уже слышали Еще одно название праздника Чуэньте, что означает фестиваль весны То есть для нас, китайцев, Новый Год прежде всего наступление новой весны И, конечно же, нового тотема Это Год Тигра И это самый важный праздник Для китайцев и приходится он Минуточку, хм, как раз на сегодня Сегодня, 31 января 2022 года Канун китайского Нового Года В этом году А что означает в этом году? Дело в том, что китайский Новый Год празднуется 1 января по лунному календарю Который совсем не совпадает с общепринятым Мировым, солнечным или григорианским календарем Давайте теперь перейдем к новогодним традициям Сперва китайцы, конечно же, проводят Генеральную уборку Цуа Та Сао Чу Чтобы встретить Новый Год в чистом доме И с чистыми помыслами И закупаются новогодними товарами Панненхо Это еда и декорации, которые будут на празднике В основном все декорации красного цвета Этот цвет олицетворяет собой счастье и удачу По этой же причине рекомендуется на Новый Год Надеть новую, красивую Главное, красного цвета одежду А из подарков взрослые обязательно дарят детям Красные конверты с денежкой Еще одно название Но в современном мире хонпао также используется уже в большем смысле, чем просто подарок старшего поколения младшим Потому что в мессенджере WeChat китайском все друг другу дарят вот эти вот электронные деньги Хонпао на Новый Год Да и вообще по любому поводу Китайская культура на самом деле очень пропитана понятием денег, богатства и изобилия Также, конечно же, нужно написать полоски иероглифов с разными новогодними пожеланиями И наклеить их на двери Их можно написать самим, а можно купить в магазине Ну и куда же без ужина в канун Нового Года? Самого разнообразного и обильного ужина за весь год И на этот ужин обязательно нужно собираться всей семьей со своими близкими, любимыми и друзьями А что на китайском новогоднем столе? Тут, конечно же, очень многое зависит от провинции и города Например, где-то обязательно должна быть рыба Потому что рыба по-китайски yu созвучна по желанию Nian, nian, yu, yu Из года в год жить в достатке Где-то едят китайские клетки tangyuan Потому что это значит Tuan, tangyuan, yuan Счастливое окружение и благополучие А где-то едят новогоднее угощение из клейковой риса или муки Nian, kau Потому что это означает нян, нян, kau Каждый год на высоте Ну и, конечно же, надо на Новый Год есть пельмени Почему? Тут есть две версии Первая, это потому что китайские пельмени по форме напоминают древние китайские деньги А значит, означают богатство и изобилие А вторая, потому что по-китайски пельмени тяоцы созвучно со словом тяо Что означает контакт или коннект То есть это значит, что вся семья на Новый Год должна собраться вместе Законнектиться за новогодним столом Так же как в России с наступлением Нового Года запускают салюты В Китае запускают петарды Фан пиан пао Чтобы отпугнуть злых духов и привлечь удачу Но сейчас в целях безопасности в черте города уже нельзя запускать петарды только за городом Но есть и хорошая новость Новогодние каникулы А именно их длительность В зависимости от заведения на работе в Китае каникулы длятся две недели или месяц Например, на китайских фабриках Тут я отвечаю на один из самых популярных вопросов в моих комментах Куда делать моя посылка с Алиэкспресс? Если вы заказывали ее сейчас, возможно, вам нужно подождать Потому что сейчас новогодний каникулы начинаются в Китае А в китайских вузах каникулы длятся от одного до двух месяцев What the heck, guys? Жу大家新年快乐! Ху нян даджи!